Вот, событие это произошло вчера, 22 июля. Насколько известно, фотоживодеры в районе Судакской крепости напали на двоих туристов, которые отказались им платить деньги. То есть они вымогали у них деньги. Что самое интересное, ребят заставили фотографироваться с этими орлами. То есть, как это бывает, садят на спину, на плечо орла и все, вот у тебя уже все, уже началось фотографирование. Конечно, они отказались платить деньги и началось вымогательство. Понимаете, весь ужас ситуации в том, что это не просто фотографирование с животными, это именно вымогательство денег. Потому что множество людей, особенно в сети, жалуются, что у них фотоживодеры вот так вот вытащили из кошелька. Это просто они обступают там 10-15 человек, они вытягивают у них там тысячу, две, три, пять, сколько есть денег, вытягивают. То есть это подтвержденные факты. Но что самое интересное в этой ситуации, когда ты подходишь к очевидцу и говоришь, ну пожалуйста, вот тебе камера или там федеральный телеканал или все что угодно, расскажи об этом. Люди стесняются, люди боятся об этом говорить. Но на самом деле это факты вымогательства. Насколько я знаю, по вчерашней ситуации, заявления в полицию не было. Интересовались, узнавали, не было заявления в полицию. Может быть сейчас за это время уже что-то изменилось. Опять же еще, насколько я знаю, сегодня у нас в администрации совещание с силовиками, с полицией, с прокуратурой, городская администрация организовывает, чтобы уже как-то найти какие-то пути решения этой проблемы с фотоживодерами. Насколько я знаю, сегодня ребята-журналисты приехали сюда и занялись серьезно этим вопросом. И съемки прошли успешно, будут публикации. Вот. Это все продолжается у нас уже не первые десяток лет. Есть в сети и под моим ником, и другие авторы снимали, есть множество видео. И даже вот я последнее, что снимал, сегодня у нас 23 июля, я снимал 18 июля здесь у нас в Акенонаберике. Существует 2-3 точки, где эти ребята стоят стабильно. Там под крепостью, на Кипарисовой аллее, возле аттракционов, и на набережной еще вот в той западной части Судакской городской набережной стоят эти ребята. Их много, они не местные. В лицо я их не знаю, мы местные, все друг друга знаем. Они занимаются этим бизнесом достаточно давно, и пути решения пока нет. Хотя есть объявления, есть еще какая-то, ну, как-то их штрафуют. Но что для них штраф 5 тысяч рублей, допустим, если они в день зарабатывают гораздо больше. Но туристы жалуются, туристов это напрягает, и это создает проблему для нашего Крыма. Помогите решить эту ситуацию, давайте действовать все вместе. Вот так. Продолжение следует...